Всем привет! В этом видео хочу рассказать про ошибки при выращивании голубики. Вот смотрите, эта голубика была посажена из одинаковых семян в одно и то же время, но справа голубика хорошо развивается и растет, а который слева перестала расти и листья не очень мелкие. В чем же дело, почему так произошло? На это может быть несколько причин. Первое, это может быть непосходящая кислотность почвы, либо же она слишком кислая или наоборот щелочная. Поэтому первым делом нужно будет проверить кислотность почвы специальным прибором. Вообще перед замером должна быть влажной. Проверяю кислотность в этом стакане, где голубика хорошо растет. Как видно, здесь кислотность в норме. Теперь замерю почву там, где голубика плохо растет. Клинокислотность слишком высокая. Изначально, где голубика плохо растет, была посажена в торф кислый, кислотность которого составляла 3,5-4 ВН. Здесь же голубика была посажена в торф в перемешку с песком. Вероятно всего здесь почва стала слишком кислой из-за добавления калиевых удобрений. Итак, как можно исправить эту ситуацию, если вы замерили, у вас кислотность не в норме. Также, если почва слишком кислая, ее флаж составляет меньше 3,5 ВН, ее можно разбавить и добавить в нее песка и даже нейтральной почвы. Сейчас я буду пересаживать голубику и добавлю в почву песка. Заодно посмотрим, как выглядят корни голубики. Как оказалось, у таких маленьких ростков хорошие корни, но они все равно не растут. Так что сейчас мы пересадим и посмотрим, начнет ли расти это голубик. Итак, добавляем песка в торф и после этого замеряем PH почвы. Как видно, после добавления песка PH стал 4,4. А был 3,2. Сейчас я буду пересаживать голубику и заодно расскажу, какие вам еще причины, почему голубика не растет. Если вы замерили, у вас кислотность почвы в норме, то в таком случае проблема может быть в поливе. Либо слишком частый полив и корни растения загнивают, либо же недостаточный полив. А в таком случае корни засыхают, так как у голубики они очень тонкие. Поэтому за влажностью почвы надо следить. Она должна быть всегда влажной. Если с поливом все в порядке, то еще причина может быть нехватки, либо переизбытки питательных веществ. Тогда вам стоит удобрить голубику, либо же специальным удобрением для голубик и ягодных растений, либо минеральным удобрением. Видео о том, чему добавлять голубику, также есть на канале. Вот я уже заканчиваю просадку. Вот так это все получилось. Будем ждать результата. Всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok